Будем сначала подниматься, спросим разрешение или будем работать? Как ты хотела? Давай поднимемся. Хорошо. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Архангела Ханиила выйти с нами на связь. Поднимайтесь, поднимайтесь. Давай, Верочка. И насчет три. Поднимаемся с тобой в Арго, к Архангелу Ханиилу. Один, два, три. Пошел подъем. Снимаются все маски и голограммы. Проверь место. Один, два, три. Мы на месте. Да, мы здесь. Хорошо. Мы приветствуем Архангела Ханиила. Есть кто-то? Нет никого пока. Ждем. Ты на веранде? На балконе? Я уже полетала. У меня тоже сейчас такое ощущение полета идет. Архангел Ханиил здесь. Мы приветствуем Архангела Ханиила, дорогой учитель. Говорят, что вам не обязательно меня звать. Если вы хотите подняться и побыть здесь, вы можете делать это в любое время. Благодарю. Нам еще хотелось увидеть моего учителя. За два месяца нас не было наверху. Честно говоря, мы соскучились. У нас два месяца были интенсивные чистки. Мы набирали свой опыт. Набирали как положительный, так и отрицательный, безусловно. Мне хотелось бы в связи с этим пару вопросов возникло. Я хотел с вами посоветоваться или спросить ваше мнение. Ты можешь проверить еще раз? Снимаются все маски и голограммы на счет три. Один, два, три. Фантом приставит в первозданном виде. Один, два, три. Это он говорит, не надо первозданный вид, потому что у меня очень много энергии. А как правильно говорить Архангел Ханиил? Просто снимаются все маски и голограммы, этого будет достаточно, да? Потому что нас уже один раз Архангел Михаил предупредил. Может и током ударить. Не ударить, а снести. Понятно. Значит будем просто снимать все маски и голограммы. Хорошо, учитель, у меня вопрос такой. Нам не хотелось бы, чтобы в наши чистки попадали люди, которые заслуженно несут какие-то кармические наказания. Бывают люди получают откат за свои деяния. И вот нам бы очень не хотелось как-то влазить в это дело. Можем ли мы на предварительном этапе как-то определить, светлая это душа, которая действительно созрела для помощи, или эта душа все-таки темная, которой не надо ничего снимать, и пусть она сама свой опыт жизненный набирает. Как эту ситуацию решить? Я уже пару человек просто встречал таких, которые там откровенно сидели. Как ты смог поделить души на темные и светлые? Все души светлые изначально. Я не смог поделить. Просто люди отличаются очень сильно друг от друга. Есть те, от которых прямо энергетика положительная идет, а есть просто темная такая энергетика, и люди откровенно пишут, что они ни во что, ни в кого не верят. Но у меня нету таких положительных вибраций и желаний. Для меня это не совсем так. Ну безусловно, это душа, конечно, она одна. Но у нее, ну как сказать правильно, я никого не хотел делить безусловно. Если они пришли к тебе, значит все-таки верят. Благодарю. Сомнения есть у всех. Для того, чтобы такие ситуации не случались, ну я вроде пока всех находил. Благодарю вас. Ты справишься, слушай свое сердце. Архангел Ханил, еще такой вопрос. Вот эти вот, сейчас же идет, как и нам и темные говорили, война. Ну да, они прямо в открытую говорят. Война, и вот эта война бесконечна, это постоянно будет, они будут что-то новое изобретать, мы будем это находить, они будут напротив этого изобретать, мы будем это находить. И это является планом или когда-нибудь... В этом и есть развитие. В этом и есть развитие. Свет не существует без тематики. Понятно. И один вопрос у меня есть. А кто кого выбирает? Ученик, учителя в будущей жизни или учитель ученика? У нас просто не было возможности уточнить это. В будущей жизни? Ну вот скажем, вы в этой жизни мой учитель, слова отцу. И вы выбрали меня или я вас выбрал? Или это было сверху дано? Или как это понять? Как учителя приходят к ученикам? Ученики выбирают по мере своего развития. Благодарю вас. И еще самый последний вопрос, уважаемый Архангел, не хочу вас отвлекать. Мне всегда хотелось узнать, когда вы встречаетесь со своими братьями Архангелами, как вы друг друга приветствуете и о чем, если можно узнать, вы приблизительно говорите? Ну, вы же не спрашиваете, как у тебя дела, как люди. Обмениваемся любовью и энергиями. А вот такие слова в нашем смысле, вот какие-то мыслеформы вы посылаете друг другу? Типа вот разговора, диалога. Вы ведете диалоги? Ну, конечно, ведете. Посылаем энергии. Энергия. Понятно. Я приблизительно себе это представляю, конечно, это должно еще в голове утрястись. Благодарим вас, дорогой учитель. И, ну, в принципе, у меня вопросов нет. Я не хотел вас сильно задерживать. Нам просто не хватало высоких вибраций эти два месяца. Вот. И сейчас у меня уже все тело трепещит от него, от этих вибраций. Я чувствую себя, как на седьмом небе, где, в принципе, и нахожусь. Побудьте здесь, наберитесь вибрацией. Благодарю вас. И наполнитесь энергией. О, как вибрирует тело, вера. Где мы сейчас? На балконе, да? Да. Мы летать собираемся. Да, давайте полетаем. Я вижу, как у меня крылья поднимаются, опускаются. Вот, как дыхание идет, такое равномерное. Вот так вот они. Значит, идет информация. Ты можешь взять любой энергии, если из которой тебе не хватает. Любовь, доброта. Питаться. То, что тебе нужно. Хорошо. Благодарю. Значит, нам надо подняться будет в аргу и заправиться теми энергиями, которых нам будет не хватать. А сейчас бы нам, конечно, любови хорошо было бы заправиться. И благодарности. Заправляйся. Подумай о них, они придут к тебе. То есть, пока ты летаешь, ты их впитываешь. Понял, Вера. И давай на счет три. Из тебя и меня поступают необходимые нам с тобой энергии любви, благодарности. Не поступают. Поступают. Просто подумать надо о том, какие энергии ты хочешь. Мне тебе надо дать команду, чтобы ты могла подумать. Из тебя, Вера, пошли все энергии, которые тебе необходимы. Тело так вибрирует быстро-быстро сейчас. Я бы хотел еще Архангела Ханила спросить за второго учителя, которому нам недавно дали с Верой. Это Волх. Он не мог бы немного рассказать, потому что мы нигде не нашли никакой информации. Нам только наш куратор объяснил, что это хранитель каких-то вселенских знаний. Какую информацию ты хочешь узнать? Я хотел узнать информацию. Это не те Волхвы, которые пришли тогда объявить о приходе Иисуса, который мы из истории знаем. Потому что нас Волхвами называют только вот эти три короля, которые пришли. Я извиняюсь за недостаток информации. Или это просто название хранителя каких-то знаний? Я просто не могу соотнести, где Волхвы, где Архангелы находятся, где находятся божества. Чтобы у меня это как-то утряслось в голове. Волхвы и Архангелы стоят почти на одной ступени, но занимаются разными делами. Волхвы собирают информацию по крупинкам и хранят ее. И контролируют правильность информации. Благодарю. Иногда они предвещают какие-то события. Это то, о чем ты говорил. Хорошо. Да, наш куратор его таки приветствовала. Она его сказала. Великий светлый воин Волх. И с какой благой новостью вы пришли к нам или с какой новостью пришли? Вот так вот она к нему обратилась. Меня просто это удивило. Именно вот это обращение. Все-таки это высокое такое звание. Великий светлый воин. И то, что передача информации какой-то идет. Да. Теперь я понял, кто у нас второй учитель. Понятно. Значит, еще большая на нас ответственность возложилась. И последнее у меня еще такое. Но это не вопрос. Это размышление. Я хотел ваше мнение услышать. Дорогой Архангел Ханиил. Я вот начал задумываться, что по ходу наших чисток очень многие люди просто не умеют элементарно защищаться от сущности. Даже сущности сами над нами смеются. Вы, говорит, совсем не изменились за последние тысячелетия. Говорит, у вас такие же примитивные желания остались. А когда-то у вас эти знания были. Вот. Я вот думаю, может быть, как-то сделать какую-то в проекте школу для того, чтобы просто людей обучать, как им самостоятельно защищаться. Вот этих сущностей, хотя бы элементарные, такие как сбрасывание негатива в воронку. Ну, такие вещи. Я пока еще не готов это сделать, но сама идея базируется на том, что очень много людей интересуется сейчас этой темой. Ваше видео, когда вы с Архангелом Михаилом и Архангелом Рафаилом, мы поднимались к вам первый раз. Уже просмотрело 85 тысяч человек. У нас сейчас почти 3 тысячи подписчиков. Интерес растет. Каждые сеансы у нас действительно интересные. И по сложности возрастают. И вот я просто думаю, на перспективу не было бы ли хорошо сделать типа вот школы или курсов для того, чтобы людей просто как-то обучать. Или подготовить какой-то материал. Безусловно, финансовый. Не забегая вперед. Все. Всему свое время. Набирайся опыта. Благодарю, дорогой Архангел. Примите на этом месте нашу энергию любви и благодарность. Я очень рад. Этому визиту прям не хватает вас, ваших вибраций. Хоть я и с вами часто и общаюсь, но все равно один раз побывать в Арго это ни с чем не сравнимо. Я расскажу вам немного про Волхова. Раньше они обитали на земле и приносили свои вести людям. Но люди не всегда верили им и устраивали охоту на ведьмы, магов. Из-за этого Волхов ушли с земли и наблюдают сверху за происходящим. Но придет время, они начнут возвращаться, когда люди будут готовы. Благодарю вас. Я что-то такое слышал только в прошлом, что они действительно были, но их больше к мифическим даже существам относят. То есть они как бы были и как бы не были, но теперь понятно, что это действительно высокоразвитые души были, которые подверглись охоте на ведьм. Да, у нас всех считают ведьмами. И тех, кто травами лечит людей, и тех, кто действительно черную магию делает людям. И это очень печально, конечно. Даже любые знания отрицаются. Это были высшие энергии. Тот, кто их отлавливал, узнал это. А давно их уже нет на земле? Когда они ушли? Если смотреть ваш исторический ряд, 500-400 лет. 500-400 лет. Не так и давно. Средние века получается, да? Да, жаль. Но если они вернутся, то это все будет хорошо. Люди только действительно должны быть готовы. А почему нас волк взял к себе учителем? По просьбе только нашего куратора? Или на нас какие-то возлагаются планы? Нам нужна чистая информация. Нам нужна чистая информация. Волк помогает нам в этой чистой информации. Я так понимаю. Потому что поток информации действительно идет колоссальный. Колоссальный. Вера получает колоссальный объем информации. На любую ситуацию. И это самое главное вообще в нашей работе. И информация действительно идет чисто. Особенно в сомнениях. Вот такие вещи, когда проверьте, сделайте то-то. Это прям обучение какое-то идет нас. И дисциплинирует очень хорошо. Это маленький поток того, что откроется позже. Я очень долго размышлял над вами. До сих пор размышляю над вашими словами. Над каждым словом. Архангел Ханил. О этих мелочах в жизни. Сам начинаю потихонечку замечать. Это действительно сам другой мир. Только так-то можешь радовать и успокоить душу. Вчера как раз был такой момент. Я сидел на природе. В такой тишине. И вот это прям уж божественное состояние было. Я на земле такого давно не испытывал. Прям как в середине природы. Ты находился и был частью ее. Великолепно просто. А мимо ходим. Я-то и товарищей сейчас своего друзей учу. Этим мелочам очень многие просто в шоке от того, что они действительно в этих вещах не задумывались, не замечают. Да, я считаю, что мы многим можем, тем, кто созрел или хочет открыть глаза или подарить тот свет. Это и есть часть, божественная часть на земле. Но вы не хотите пользоваться этими энергиями, состояниями души. Наш Отец создался для вас, чтобы вы наслаждались. Флорой и фауной, чистой водой, подземными ископаемыми, чистым воздухом. Люди отошли от всего. Дело в том, что если вы будете замечать эти мелочи, вы будете нести мир в семью. А человек, у которого мир в семье, он не хочет воевать. Он не хочет браться за оружие. Тогда будет мир. Кому-то это невыгодно. Именно поэтому я призываю обращать внимание на мелочи. Мелочи умиротворяют вашу душу. Вы живете в мире с природой, в первую очередь между собой. Я вчера наблюдал розу и дерево, лимон, цитроновое дерево. И раньше я прошел бы, посмотрел, увидел бы цитрон, увидел бы розу. В этот раз я рассмотрел и капли на ней, рассмотрел и насекомое, которое там сидело, прячась от дождя, рассмотрел прекрасные лепестки. И вот эти детали, они меня просто выключили от этих земных проблем. Если просто стоять и принимать вот эту информацию, вот в этих, как вы говорите, мелочах, как я говорю в мелочах, вот так это не мелочи. Это огромнейший поток информации, который моментально тебя переключает на медитативное состояние. Он умиротворяет. Он умиротворяет, скорее всего, да. Это то, о чем я говорю. Умиротворяет. Попытаюсь в третий раз обменяться энергиями. В третий раз с кем? А, с этими, с растениями? Я с деревом, у меня получилось, получается сейчас дискуссия не с того не всего. У меня деревья называют свое имя, называют свой возраст, когда их посадили. Вот, но я действительно никогда, я не подумал, действительно можно обменяться с этим. Все несет свою информацию. Камни, дерево, животные. Абсолютно любой предмет имеет свою энергию. И с ними на земле можно обмениваться информацией, энергией. Энергией получать информацию. Ух, вот это мы сегодня сделали большой шаг. Я этого не знал, Архангел Ханил. Я обязательно теперь буду использовать и пробовать. Животные очень хорошо реагируют. От меня кошки и собаки не отлипают. Бегут прям, садятся под эту энергию. Чувствуют эти высокие вибрации. Им очень хорошо в моем присутствии. Вам пора идти. Благодарим, дорогой наш любимый Архангел Ханил. Примите, пожалуйста, нашу сферу энергию благодарности. Мы так хорошо подзарядились. Нам нас теперь надолго хватит. Благодарю вас за этот рассказ. Вы не часто здесь бываете, поэтому... Да, мы не часто здесь... Этих энергий вам хватит. У нас много работы было, но это наша работа, и мы ее любим. Примите наш еще раз любовь, Архангел Ханил. И привет всем братьям. Мы прощаемся с вами. Будем возвращаться. Нас ждет работа. Прощайтесь. И, Верочка, рассинхронизируйся на счет три. Один, два, три. И на счет три. Посылаем этому месту нашу энергию благодарности и любви. На счет три возвращаемся в нашу комнату диагностики. Один, два, три. Самый здесь. Хорошо, Верочка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok